Субтитры сделал DimaTorzok Я вчера на Wildberries купила себе вот такой вот коврик для мышки Вообще я давно не пользовалась ковриками, но сейчас решила приобрести Потому что вот по этому покрытию мышка как-то плохо работает И поэтому я решила, что мне просто жизненно необходим коврик Ну я на Wildberries брала, выставила там параметры от дешевого до дорогого И самый дешевый взяла, он оказался самый классный, 90 с чем-то рублей Ну а сейчас буду подписывать видео Спрайс купила вот такую форму для выпечки лимон Я подумала, что под мои лимонные пряники будет идеально Но теперь бы еще конечно желтую глазурь или заказать краситель Ну в общем разберемся Форма стоила 55 или 59 рублей Ну в общем отлично Также я взяла батарейки и вот такие вот и мизинчиковые взяла Мизинчиковые уже открыла Упаковку выбросила Чего-то упало, я только не поняла, что конкретно, ладно Вот и купила себе контейнер Мне в тот раз ученица покупала И когда я катала из горки, он меня по сути спас Потому что я, ну рюкзак был и в нем ланчбокс И в общем в меня я рассказывала на ватрушке Два неадеквата въехали, мужик с бабой весьма полные Но они не держали дистанцию и все дела, короче Ну и въехали У меня вот в смятку был ланчбокс Хорошо, что видите, он какой, как сделан У него здесь вот три отделения И потом вот эта крышка, она тоже открывается Там можно чайные пакетики, хлеб класть, что-нибудь такое В общем вот эта часть вся была в смятку Вот, не знаю, что бы было без этого контейнера И потом ни ученицы, ни я не могли найти Сейчас их завезли Цена 99 рублей Но он реально очень классный и удобный Потому что Ну не нужно брать с собой несколько контейнеров, допустим Удобно, что вот это вот расстояние, где крышка, оно не пропадает Понятное дело, занимает место, но не бесполезно Потому что не будет там отделения Ну вот, сами понимаете Также я взяла гречку Две упаковки Взяла сметана, творог Такие вот вещи Но они уже в холодильнике И смысла их показывать я не вижу Потому что все как всегда Сделала себе на перекус салат Здесь, ну как всегда Огурец, помидор, морковь Потом стебель сельдерея Китайская капуста Немножко сметаны И соевый соус Также я пересыпала гречку в контейнер Там вообще крупы Поставила, вот сварила собаке гречку И варю ему суп Сейчас буду еще прибираться тут Сейчас я буду пить чай Хочу попробовать вот этот Который я в Ашане взяла Это чай травяной ромашковый Ромашка, цедра лимона И шиповник Я правда немного заварила Потому что там внутри сито И отверстия очень маленькие Вот эти все травы Они, к сожалению, забиваются Медленно стекают Поэтому я сейчас, наверное, еще водички добавлю Но с другой стороны Это сито иметь хорошо Потому что особенно если вот так Вот высоко поднимать чайник Или, например, наливать В какой-нибудь кувшинчик Или в кружку И как бы Как сказать Вот так вот Повыше держать и наливать То можно не переживать за стекло Ну потому что всякое бывает Мало ли Потому что попадает все Во-первых, быстренько вода Так остывает, да Приемлемой температуры Чтобы заваривать И потом попадает в сито И сюда уже вода Выливается такая Которая, ну Не навредит чайнику Скажем так На улице у нас красота вот такая Всю ночь шел снег И я так понимаю Может быть и сейчас идет Сложно сказать Но очень красиво Конечно Я встала Ну где-то в 6 с копейками Позавтракала Ну вернее как У меня закончилась овсянка Поэтому Где-то Может быть через полчасика Схожу в ближайший магазин И куплю Поэтому я выпила Я выпила какао Сжевала бутерброд Потом сняла два видео Хобби-влог сняла И, ну, на сегодня И также сняла Канцелярские пустышки Сейчас хочу попить Кофейку с чем-нибудь вкусненьким И нужно будет еще готовить Соленую карамель Потому что Сливки куплены И будет обидно Что если они испортятся Вчера у меня так Не хватило Время на это Вот Так что Вот так вот Красиво на улице Соленую карамель Я сделала Использовала Вот эти сливки Ну, в принципе В идеале 33% Но вот у меня Были 30% И в рецепте Сказано, что В целом Можно использовать Сметану Если вы в ней уверены Вот Ну В общем Я использовала Сливки Я попробовала Получилось В общем-то Вкусно Но сколько Это будет храниться Я не знаю Кстати Лимонные пряники Чем Вот Я их обернула В пищевую пленку Положила В жестяную банку Сколько Вот уже Время прошло Они мягкие И аромат С каждым разом Все шикарнее И шикарнее И вкус Конечно Лимонный Поэтому На моей страничке Вконтакте Добавлена ссылка На рецепт Но это не Не мое видео Но как бы Там все подробно Показано И В принципе Вот этот рецепт Очень даже Неплохой Здесь все просто Сахар Соль Масло И сливки Ну Я делала Половину порции Потому что Повторюсь Я не знаю Сколько это будет Храниться И сливок У меня здесь Было 190 грамм Причем Причем Вы знаете Я использовала Когда я взвесила Был 171 грамм Кстати Потому что Я попробовала Всего лишь Один глоточек Ну может быть Сливки постояли И что-то осело Вот на стенках Ну как бы Не знаю Короче Я делала В половину Порции Ну там Суть такая Что нужно Сахар По факту Там 300 грамм Сахара Должно быть Делите На 6 частей И Каждую часть Сначала Одну часть Растопили Дальше Еще добавили И все это Не помешивается Потом там Добавляется 6 Так Сколько Ну да Потом снимается С огня Добавляется 65 грамм Масла И щепотка Соли Ну по вкусу Все это Размешивается Параллельно Нагреваются Сливки Но чтобы они Не закипели И все это Опять же Добавляется К общей массе И дальше На огонь До 108 градусов Ну это Где-то На Если У кастрюльки Тонкое дно Минуты 3 На хорошем огне Если Толстые стенки То 6 минут Ну в принципе Как-то так И потом На сутки Это надо Поставить в холодильник И накрыть Пищевой пленкой Причем Сказано Так Чтобы Пищевая пленка Касалась Карамели На улице Ветер Холодно Вообще Неприятно Сегодня 19 января Я села Завтракать У меня сегодня Каша с тыквой Черноплодной Лябиной И молоком Но Без сахара Мой новый комплект Салфетка Потом там Салфетница Ну у меня еще Вон там Под чашку Я делала Ну Тут у меня С блюдцем Поэтому Вот так Я сейчас Решила Попробовать Соленую Карамель Которую Я вчера Сделала Ну Решила Попробовать Ее С творогом Вообще Неплохо Хотелось бы Конечно Что-то Ну Начать Снимать Видео И все Никак Не могла Собраться С мыслями Ну Точнее Как Я сняла Много Видео Но Вот Именно Не лайв Влогов И кое-что И пораскрашивала Поснимала Повышевала Приготовила Я не знаю Маску Для лица Сделала Убралась Немного Вот Ну В общем Сейчас Села Поесть И получается Что я опять Снимаю Еду Вот Ну У меня Тут Тушеные Овощи Что я Последнее Время Ленилась Их Тушить Сырые Ела Ну В смысле Там Ну Вы знаете Морковка То все А здесь Я Лечи Замороженное Потушила Кабачки Брюссельскую Брокколи Цветную Капусту Горов Кукурузу Вот Ну И Соответственно Гречка И тут То что Бульон Я немножко Туда Налила Сейчас 4 часа 15 минут Ночи Я Делаю Тесто Уже Сделала Для Печения Как он Сабле В общем С лимоном И базиликом Но у меня Ну там Цедра Добавляется И у меня Цедра Цедра Мандарина Но дело Не в этом Я Собиралась Вообще В 6 утра Вставать Как всегда Ну и думаю Сделаю Оно полежит 2 часа Как положено В холодильнике И я Соответственно Буду печь Печется Оно Максимум 15 минут Но я Не могла Заснуть Я не знаю У меня Возвратилась Эта проблема Когда крутят Ноги Всю ночь Ну понятно Скорее всего Недостаток Каких-то Витаминов Витаминов Да и никаких Это понятно Каких Потому что Я начала Пить Магний Витамины Группа В Ну какие-то Проблемы ушли Потом я бросила Короче говоря Ну я Встала Причем еще Жарко Опять Стало Как-то Дома Ну соответственно Я встала Открыла В комнате Окно Вышла На кухню И думаю Ну все равно Тесто должно 2 часа Стоять В холодильнике Сделаю Пойду Ложиться Вот я как раз Сейчас Думаю Что в прохладе Как раз таки Засну Быстро Ну это как раз Часиков 6 Ну может быть 6.20 Стану И Буду печь Базилик Здесь должен быть Свежий Зеленый Но К сожалению Ну у меня Как бы есть Базилик Я его месяца Два назад Покупала Во вкус Вилл Посадила В горшочек Он до сих пор растет Там новые Листочки Все дела Но Суть в том Что больше Базилика Нигде я не вижу По крайней мере Зеленого И у меня Рука не поднялась Все это состригать И в наличии Даже вот во вкус Вилле нет Но я не думаю Что это будет Сильная проблема Этот базилик Сушеный Тоже нормальный В общем Сейчас буду Ложиться спать А тесто Отправлю В холодильник Тут 415 грамм Ой Или 415 Или 451 По-моему Я просто в микшер Рецептов Все это добавляла Ну тут Сахарная пудра 80 грамм Одно яйцо Масло 120 грамм Цедра Одного лимона Или двух лаймов Две веточки Как написано Базилика Зеленого Муки 200 грамм Ну собственно И все Печеньки пекутся Посмотрим Что получится Не знаю Сколько Не мой стекло Все равно Но готовлю Часто Поэтому да Какие-то Подтеки А это у меня Каша Сегодня Помимо морковки Черноплодные рябины И тыквы Здесь еще слива Ну и молоко Также какао Вот сегодня день Будет очень насыщенный И вполне вероятно Что я пройду Километров 30 Но правда Я спала Всего несколько часов Я вроде как Даже сейчас бодрая Но не знаю Как получится Я очень люблю гулять Там посмотрим Печенье готово Аромат Вообще Просто потрясающий Сейчас поеду По делам В студию Ну и так далее А это я сделала Себе салат На вечер И сейчас еще Хочу потушить Другие овощи Тоже на вечер Я уже провела Занятия И иду От Новослободской На чистые пруды Получать заказ И потом На Тверскую Тоже получать заказ И потом пойду Обратно В сторону Новослободской ЦСК Иду По направлению К Трубной Тут вот Цветной бульвар Ну когда я хожу На пункт выдачи Бук 24 Я В общем-то Всегда здесь иду На улице На улице не скажу Что прям холодно Ну так Не очень приятно Снег Я сегодня Вот в этом костюме И у меня И у меня Рюкзак В цвет Из Кидо Ну вот Лубянка Раньше я здесь Любила гулять Сейчас я терпеть Не могу Пушечная улица Центральный дек Мир Вот раньше Я очень любила Здесь проводить время Тут был магазин Перуанских Товаров Я там была Постоянным Гостем Балет Меня и тут Нашел Книжный Новый день Москва Белорусский Вакзал В общем Сегодня у меня Такой новый путь Прогулочный Такое интересное здание Метро Честно говоря Я здесь Очень давно не была А вот архитектура Смотрите Какая интересная Приятно Посмотреть Побули Интересное здание Иду К метро ЦСКА Новой дорогой Вот еще интересненькое здание Тут вот Керамо Марацци Интересно Интересно Иногда Маршрут Сменить Отель Советский Сейчас уже погода Получше Стала Потому что Я даже Навигатор Включила Потому что Ну как бы И ветер И вообще И все Противно Я прям Вставила наушники И думаю Пусть меня ведет Навигатор Хотя В принципе Могу и без него Просто Я бы пошла Другим маршрутом А навигатор Решил меня Провести экскурсию По новому маршруту Что хорошо Но сейчас его уже Надо отключить Я думаю Уже не нужен Там вот уже Арена Плаза Вот это здание Которое строится Я впервые Увидела Так близко Вот конечно Молодцы Деливери И прочие Трудяги Люди Но Вот честно Настолько Ездят Не соблюдая Правила Конечно У них очень тяжелая Работа И они молодцы Но Реально Создают Иногда Такие Ситуации Вообще Конечно Архитектура Здесь Очень Интересная Вот Когда бы Я еще Я сегодня Конечно Считала Что Помимо Бесплатных Раскрасок День Как-то Неудачно Прошел Но Знаете Очень Удачно Красивое Здание Ну Я Согрелась Хоть Поснимаю Вам Но Опять же Вот Почему Я Например Не люблю Гулять Сейчас В центре Очень Много Сыпет Реагентов И Все Тает От этого Сырость Посмотрите Какой дом Я Просто Притормозила Да У меня Туда Надо Я Здесь Впервые Дом Очень Красивый Я Параллельно Как бы И слушаю И пытаюсь И разговариваю И смотрю Так И где Здесь А Вон Там Вот Переход Оказывается Ну Вот А здесь Уже Реагентов Гораздо Меньше Следовательно Теплее Поэтому Там Вот Вроде Были Какие-то Красивые Моменты Я Даже Снимать Не Стала Ну Реально Холодно А тут А тут Уже Вполне По-моему Я второй раз В жизни По такому Переходу Иду На Авиамоторное Дело Было В принципе Я даже Рада Что пошла Этим Маршрутом Хотя Конечно Сама Бо Я Наверное Как-то Поближе Выбрала Бо Дорогу Хотя Я не знаю Насколько Она Ближе Скорее Без Вот Таких Вот Вывертов Давайте Я Поснимаю Поближе Очень Красиво Вот У меня Сейчас Прям Настроение Намного Стало Лучше Бодрее Там На пункте Выбичи Бук 24 На Мясницкой Девушка Такая Ну Вроде Приятная Но Какая же Она Докапывается Я Пришла Вот В этой Шапке Вы знаете Нигде Не было Такого Чтобы Ну Вот Видите Типа С намордником Она Такая Наденьте Маску Пожалуйста Я Говорю Так Я В маске Говорит А что Это Маска Обалдеть Не Ну Она Как бы Не стала Настаивать Но Меня Прямо Это Удивляет Она Какая-то Странная Вечно Напуганная Я Я Всякий Раз В какой-то Момент Хочу Написать Жалобу Потом Думаю Да Нет Она Вроде Милая Ну В общем Уже Знакомые Места Может Быть Я Сейчас Подумаю Может Быть Зайду В Фикс Прайс Потому Что Здесь Большой Фикс Прайс Обычно Я Вот По той Стороне Хожу И Вот Так Вот Оттуда Иду Ну А В этот Раз Вот С Другой Стороны Это Ленинградский 29 Все Ленюсь Отключить Навигатор Надо Сейчас Это Сделать В общем Зайду Посмотрю Что Там Фикс Прайс Может Быть Что Поснимаю Кофе Фикс Прайс Подушки Пряжа Ух ты Ее Здесь Достаточно Много Но По крайней Мере В нашем Столько Нет Сейчас Посмотрю Но Вообще Цель Так Себе Чехлы Серые И Черные Еще Вот Такие Цветы Красиво Красиво Милота Какая И Вот Эти Красивые Колготки 249 Рублей Шарфики Перчатки Бельишко Всякое Разное Фикс Прайс Я В общем Кроме Водички Ничего Не Купила Потому Что Ну Как бы У меня С собой Чай Был Но Я Хотела Просто Воды Попить Поэтому Видите Какая Красота Вот Здесь Вообще Идеально Снежок Приятно Идти Никакого Месива И Не холодно Очень Приятно Потом Я В пятерочку Зашла Купила Кофе Себе Мне Вот Этот Момент Травится Когда Здесь Свет Зажигается Так Здорово Гуляю Заходила В Ашан Купила Там Желтую Глазурь Ушастому Булку Причем Взяла Такую Большую Это Бриошь С Изюмом Ему Хватит На Неделю А то И больше По чуть Чуть Чтоб Не засохло Заморожен Уже Следующий День 22 Января Я сегодня Сделала Себе Тесто Для Линцерского Печенья Но правда Там требуется Густой Джем Ну у меня Как бы В основном Как я говорила Мне кажется Довольно таки Жидкое Варенье Но Не знаю Посмотрим Как пойдет Дело Но я В этот раз Склонна Все таки Использовать Соленую Карамель Потому что Мне ее Надо куда-то Использовать Правда Если честно Я Не знаю Как она Будет В заморозке Потому что В холодильнике Все равно Учитывая Сливки Она явно Долго Не простоит Все таки А кучу Продуктов Мне выбрасывать Не хочется Так что Я Рискну Несколько Печенек Пока положу Ну когда Я сделаю Положу В холодильник А остальное Как бы В морозилку Ну и посмотрим Как оно будет Потому что В теории Соленая карамель Ну может По-разному Себя повести Не все же Можно замораживать Ой У меня здесь Вот Базилик Слушайте Такая прелесть Шикарный аромат Прям Вообще Полный восторг Сегодня Скорее всего Я буду На лечебном Голодании Полном Отказе От еды Но На сутки Потому что В тот раз Когда я Ну такое основательное Было у меня Лечебное голодание Это было 7 дней Ну правда Как я поняла Для меня Это многовато То есть Мне это в принципе Далось легко Несмотря на Моменты Таких Неприятных Ощущений Но Вообще Мне это Многовато А вот Ну наверное Максимум Будет 5 дней Но В этот раз Не знаю Пока Планирую Сутки А там Как пойдет Может быть Двое Трое Суток Посмотрю Ну а Это видео Я буду Завершать Если оно Понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Заходите В инстаграм 3 семерки Рыжей 3 восьмерки Благодарю вас За просмотр До скорой встречи Пока Пока Пока